Всем привет! Сегодня у нас распаковочка и знакомство первое. Рема Хобби S-Max в 16 масштабе. Достаточно интересный экземплярчик. Жду от него достаточно веселых каких-то моментов, потому что в штате мы получаем влагозащиту, мы получаем липоаккумулятор, коллекторную систему. Ну, я думаю, это не сильно страшно. Обещают нам 50 км в час. Я думаю, это в жутком тюнинге. 30, наверное, где-то поедет. Но для 16 масштаба, я думаю, это достаточно. Давайте посмотрим, что же у нас представляет из себя наш Рема Хобби S-Max. Значит, получаем взрыв-схема. Очень интересно, взрыв-схема, походу, на все модели Рема Хобби. В комплекте идет два шестигранника, кнопка включения-выключения, ключик у нас пластиковый идет в комплекте, запасные клипсы идут в комплекте. Также идет у нас инструкция на нашу пульту радиоуправления. Каталог деталей идет с нумерацией. Значит, здесь как стандартные детали, так и тюнинг, который присутствует на наш S-Max. Что мы можем поставить туда тюнингового? Тюнинг основной, это у нас любимый красный, мы уже помним по карданам, на прошлой нашей модели, красный пластик от Рема Хобби. Наша взрыв-схема. Что вам понадобится для разбора этой модели? Вот он, наш малыш. Такой же он маленький. На самом деле тяжеленький достаточно. Амортизаторы. Амортизаторы не залиты. То есть на пружинках играются. Дальше. Зарядка. Помним, да, у нас здесь липо-аккумулятор, получаем такую вот зарядочку. Я считаю, что как первая модель это прекрасно, да, получить с инструкцией. Получить зарядное устройство и аккумулятор в комплекте, да, нам ничего не надо покупать. У нас все есть. Все, мы купили из коробки. Это РТР комплект. Из коробки достали и гоняем. Вот такой вот. На 2-3С аккумуляторы. Мы получаем, ну, любимая стандартная аппаратура Рема Хобби. Мусор. Значит, что у нас здесь? Для правши, для левши. Колесико мягенькое, как всегда. Он, офф. Триммер руля, триммер газа. Можем подтриммироваться. Кнопочки бинда нету. Опять же, кнопочка света здесь. Четыре пальчиковых батареечки аккумулятора. Показалось, что съемный. Нет. Все стандартно. Ничего не меняется. Значит, вот наш кроха. Кстати, интересно. Если вы вспомните прошлый наш Рема Хобби трофеечка. Я сказал, что очень плохой Александр. Да, там Александр весь потрескался. На удивление, на трофейках обычно Александрчик потолще стоит. Но там он точно такой же. Я здесь вижу... Да. Ну, покраска точно такая же. Да, то есть... Очень такая, легенькая. Но сам Лексан... Смотрите. Хорошего качества. Красиво раскрашенный. Нет, пленочку уже, по-моему, сняли. Да, пленочки уже на нем нет. Точно нет. Давайте ковыряем. Да, пленочки нету. Защитной пленочки уже нету. Что мы получаем за наши деньги? Стоит, напоминаю, данная модель от 3 до 5 тысяч рублей. На самом деле, не знаю, не буду обманывать. Идет ли за 5 тысяч рублей она уже с каким-то красным пластиком. Здесь мы получаем все черный пластик. То есть никакого тюнинга от Рема Хобби. Но бампер передний, смотрите, мягкий, да, то есть гнется. Все остальное тоже гнется. Привода металлические. Центральный, так, центральный пластиковый привод. Значит, дифференциалы, скорее всего, металл. Посмотрим, потом будем разбирать. Не забываем, да, коллекторная система. Ее обкатать надо будет обязательно. Попробуем залить амортизаторы. Может, не так будет скакать. А то... Такая весомая деталь. Смотрите, что еще получаем. Получаем радиатор. Радиатор на мотор. Он не приклеенный, ничего. То есть, можно купить в термоклей и посадить его на термоклей. Наверное, мы так и поступим, да, чтобы у нас не улетело ничего. Крепление аккумулятора. Обычная липучка. Аккумулятор-липошечка. Полторы тысячи ампер часов. Пантера Пауэр. Вот такой вот аккумулятор. Посмотрим, может что-то есть помощнее. Отсек здесь, конечно, очень маленький. Не думаю, что сюда что-то влезет. Но, во всяком случае, хотя бы еще один советую приобрести такой аккумулятор. Потому что... Ну, на одном печально будет кататься. Захочется еще, пока он зарядится. А имея два аккумулятора, можно все-таки подольше поездить. Влагозащита. Наш, соответственно, регулятор с приемником совмещенный. И имеет влагозащиту. Я так думаю, это да, сделанным... Чтобы удешевить, наверное, процесс производства ее. Литье чашек приводов. С жуткими следами. С заусенцами даже. Дифференциалы у нас свободные. Все. Скорость должна быть неплохая. Я думаю, где-то до километров 30 в час. Что еще у нас здесь есть? Что еще у нас здесь есть? У нас здесь есть серво-сейвер. Серво-машинка у нас не влагозащитная. Без названий каких-либо. Без всего. Я думаю, первая умрет она. Потому что здесь хоть какая-то влагозащита есть. Здесь ее вообще никакой нет. Давайте посмотрим, интересно. Небольшая. Маленькая. А, не небольшая. Да, мой совет. Сразу. Это видно. Что-то не затянуто. Проверяем просто пальчиками, чтобы не перетянуть. Да, все в пластик вкручено. Очень легко все перетянуть. Что-то затянка, что-то нет. Потом надо все будет проверить. Будем снимать амортизаторы, заливать их. Проверим. Вот такая вот модель. Вид, конечно, прекрасный. Я думаю, тоже догадались. Увеличим в размерах. И получим. Правильно. Очень похоже. Не будем называть. На кузове, да, надписи 4WD. 2 ГГц Smart Control System. И чуть-чуть стершаяся рема хобби. При покраске, видимо, куда-то попала краска. Но, в принципе, покрашен хорошо. Выглядит он также неплохо. Резина, кстати. Резина с поролоновыми вставочками. Они там есть. Будем пробовать ездить на другой немножко. Остались тут у меня от старых моих моделей вот такие колесики. Они чуть побольше. Чуть-чуть пошире. Попробуем покатать на них. У меня 4 штучки есть. На этих. Ну, с виду резина хорошая. Все. Пойдем заряжать аккумулятор. В следующей части попробуем покатаем ее. Посмотрим, на что способен наш S-MAX. Интересный момент. А если ему в дифференциалы залить что-нибудь другое? Какую-нибудь другую? Сделать псевдоблокировки. Попробуем. Спасибо, что смотрели. Следующий серий покатаем его. Сейчас зима, покатаем по снегу. Пока.